Широка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, зарядили так зарядили. Мы рады приветствовать всех, кто только к нам присоединился. Я уверен, что те, кто услышали эту композицию, не пожалели об этом и улыбнулись этим утром. Друзья, сегодня... Друзья, утреннего экспресса участники джаз-хора Свердловской детской филармонии. Увидеть и услышать которых вы сможете уже 12 июня в киноконцертном театре «Космос». Здесь соберутся самые яркие звездочки детской филармонии, чтобы поздравить горожан с Днем России. А подробнее о концерте мы поговорим прямо сейчас. А поговорим мы с начальником службы творческого планирования Свердловской детской филармонии Ольгой Кричковой. Доброго утра. Здравствуйте. Ольга, концерт приурочен к замечательному празднику, ко Дню России. Сколько коллективов детской филармонии примут в нем участие? В концерте примут участие вообще все коллективы детской филармонии. Давайте считать, это будет замечательный джаз-хор, это будет капелла мальчиков и юношей, это будет квартет 13 струн, оркестр народных инструментов, ансамбль скрипачей, театр мюзикла, вроде бы никого не забыла, 6. Концерт будет с утра до вечера и телевизор. А, еще, еще будет джаз-бэнд Антона Зубарева, наш новый, ну, в составе театра мюзикла коллектив. Ну, можно сказать 7. Можно. Какие примерно музыкальные направления мы сможем услышать на этом концерте? Ну, так как в детской филармонии и поют, и танцуют, и играют на музыкальных инструментах, причем как в джазовой манере, так и в народной, и в классической, поэтому будут совершенно все направления. Улыбка, улыбка, ансамбль танца, улыбка будет танцевать, несколько композиций, в том числе на музыку Рахманинова. Будет петь джаз-хор, причем несколько составов, и вот такой взрослый концертный состав, только гораздо более расширенный, и самые малыши. Да-да-да, то есть дети... Разные возрастные группы будут? Да, будут самые малышечки, которые просто вызывают самые умилительные чувства, и взрослые музыканты, профессионалы. Так, концерт театрализованный, то есть зрители услышат музыку, а какие будут элементы театрализации как раз-таки? Чтобы все это соединить в единую программу, чтобы зрителю, слушателю было интересно за концертом наблюдать, конечно, какие-то театрализованные, вот такие театральные элементы будут присутствовать. По задумке режиссера этого концерта, все коллективы будут как бы плести свою ниточку в общий клубочек, и Россия будет и многозвучная, и многонациональная, и бескрайняя, и родная, и какая только нет. Разносторонняя. Ну, мы знаем, что вы готовите для зрителей что-то особенное, и вы вот уже немножечко так начали рассказывать о новом коллективе. Да, вот кроме того, что выйдут коллективы, которые уже известны жителям нашего города, коллективы детской филармонии, у нас недавно в мае появился новый коллектив, который называем мы хор выпускников и родителей. Ого! Да, поэтому теперь вот те самые родители, которые приводят в джаз-хор, в капеллу своих детей, уже тоже сами поют, и зарядившись вот от своих детей, они участвуют теперь в новом коллективе, и там по рассказам Фридриха Визгейма, который руководит этим новым коллективом, ходят даже семейные пары. То есть дети ходят в свой хор, мама с папой ходят в свой хор, ну и, видимо, по вечерам у них может быть совместное времяпрепровождение. Очень удобно. Отправил малыша, и сам пошел заниматься и развиваться. Мне кажется, здорово. Так, еще и выйдут на сцену, они выйдут вместе. Вау, это просто замечательно. Подходит к концу 44-й концертный сезон. Расскажите, каким он был для вас? Ну, раз уж здесь стоят девочки из джаз-хора, то можно сказать, что вообще у каждого коллектива был очень яркий свой сезон. Ну, вот девчонки, например, недавно вернулись с пасхального фестиваля Валерия Гергиева, причем уже не первый раз Валерий Абисалович их приглашает на этот великолепный фестиваль. А уж сколько было гран-при и новых программ у каждого коллектива. Но на самом деле наш сезон, хотя и подходит к концу, но он плавно все лето будет продолжаться и вольется в юбилейный 45-й. Потому что сейчас у нас начинаются буквально с 14 июня концерты на крыше. И два раза за вечер будут лучшие музыканты города играть на нашей смотровой площадке под открытым небом. Так что тоже можно будет прийти послушать и джаз, и инструментальную музыку, легкую классику. И самые разные музыкальные направления, все это в очень уютной маленькой компании на нашей небольшой крыше. Здорово. Давайте еще раз будем приглашать на концерт, который состоится 12 июня нашу телезрительную. Да, мы приглашаем и детей, и их родителей, и всем, кому хочется послушать наши замечательные коллективы, посмотреть, как они танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. 12 июня в День России в 16.00 в Киноконцертном театре «Космос».